Русские перцы! Сегодня утром! Пятое марта, суббота, финальный день нашей акции «Пою любимое на русском». С вами русские перцы Галя Корнева и Алексей Сегаев. Желаем всем доброго утра, ну и, конечно, удачи всем участникам нашей акции. Ну и уже совсем скоро мы с вами узнаем имя победителя, которого ждут грандиозные призы, о которых мы говорили несколько месяцев. Это один миллион рублей, это дуэт с любимой звездой, и, конечно, это праздник на миллион. Через пару минут буквально к нам присоединятся строгие жюри нашего конкурса, Ирина Дубцова и Виктор Дробыш, и мы продолжим. Ну а сейчас много музыки в финале. Большой привет всем, кто слушает русское радио. В Москве 10 часов 8 минут. Это день звездного финала, праздник на миллион, миллион рублей. К нам в хорошем настроении присоединяются Ирина Дубцова и Виктор Дробыш. Не в плохом Виктор Дробыш. Я знаю, что у Виктора-то горит, у Виктора... Просто, видите, меня насмешил. Надеюсь, что в эфире... Нет, в эфир это не вышло, в эфир выходят только ваши эмоции и смех. У Виктора поезд, и поэтому мы сейчас обсудим очень важное дело наших финалистов, а потом, видимо, и вас отпустим. Вы тогда здравствуйте всем. Вы скажите по поезд, может, кто-то из россиян подумает, что я хочу купить поезд, или... Да, и скажет, вот нахал. Нет, вы путешествуете по России, мы все понимаем. Ну что, мы очень рады, что вы сегодня здесь с нами, да, в день звездного финала. И нам очень важно узнать ваше мнение относительно работ, которые вы просмотрели в социальных сетях. Наши слушатели выкладывали свои видео во всех возможных социальных сетях. Это и ВКонтакте, это и ТикТок, это и Инстаграм, это и Фейсбук. Что думаете относительно участников конкурса? Мы действительно потратили много времени на отсмотр материала. Пришло более 15 тысяч работ, и мы вот с Ирой в том числе потратили огромное количество сил и времени на то, чтобы определить, кто же дойдет до финала. Вот, и хочу сказать, что неожиданно очень высокий уровень тех песен и вообще... У наших участников, это правда. Да, я хочу добавить, что это большое удовольствие на самом деле было. То есть помимо того, что это работа, помимо того, что это действительно такая конкурсная основа и так далее, нужно быть компетентным и хладнокровным в какой-то степени, но мы получали удовольствие. А я как композитор, и Ира, которая рядом, тоже композитор, мы можем сказать, мы можем радоваться, что у нас все-таки в стране есть музыка, что людям есть чего петь на этих конкурсах. Ира, твои песни, кстати, пели очень часто, вот мы так статистику такую внутреннюю подвели, пели, 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 прям пытались. И вы знаете, что нам понравилось, вот что мы обратили внимание? Очень многие участники снимали прям целые клипы. То есть кто-то там бежал по реке. Молодцы, очень креативно было. Но это такой творческий подход, не исключено, что победитель нашего конкурса, который получит миллион рублей, будет инвестировать его в себя. Миллион рублей. Миллион рублей, да. Миллион рублей, да. Это хорошо. Я надеюсь, что вот эта заставка этого конкурса, который пою я. Да, ты у нас голос проекта уже второй сезон. Нам это очень хорошо. Поддерживала, поддерживала участников, вселяла в них веру в то, что все будет хорошо, и именно они станут победителями. Но есть же и промежуточные победители. Конечно, мы даже сегодня уже вручали один. Всех же награждают, да я слышала, когда ехала. У нас, кстати, вот микрофоны в студии, все, кто смотрит трансляцию, именно эти микрофоны мы отправляем нашим победителям в фирменной красной коробочке. А жюри вы даете микрофоны? Нет, жюри уже обмикрофонено давно. Может, я этот заберет, доволен, так нравится? Если очень хорошо попросить, не исключено, что подарки, конечно же, вам будут вручены. Мы продолжим через две минуты. Это большой финал нашей акции «Пою любимое» на русском. Здесь, в эфире Русского радио, и представители нашего звездного жюри. Это Ирина Дубцова, это Виктор Дробыш. И Red Hot Chili Peppers. Они самые. Присоединяйтесь к трансляции, услышьте, как в эфире Русского радио. Red Hot Chili Peppers. Да, у нас здесь свой калифорникейшн, поэтому мы с удовольствием. Я вообще танцую. Виктор, вот скажите, пожалуйста, вы когда смотрели выступления наших потенциальных победителей, вот есть у кого-то реально задатки звезды? Как рассмотреть вот в таких вот видео задатки звезды? Ну, загадка звезды – это совокупность непонятных каких-то качеств, которые нельзя объяснить, но это что-то такое, что заставляет тебя обратить внимание, ну, притягивает, говоря... Ну, то есть песня третья? Задатки, не загадки, задатки. Задатки звезды. И поэтому я говорю, что-то такое, от чего ты не кайфанул, но не понимаешь, почему. Если понимаешь, то это как-то все очень просто. Поэтому это как песню слушаешь, например, новую песню Ирины Дубцовой, и вдруг в одном месте у тебя раз какая-то мурашка пробирает, и ты думаешь, блин, но ты никогда не задумываешься о том, почему она вдруг проскочила. А потому что у Ирины Дубцовой так сложены классные слова, что не с первого раза поймут. Нет, бывает, слушаешь песню Ирины Дубцовой и мимо, и вообще ничего не бывает. Но это редко такое бывает. Это редко бывает, да. Ира, у нас, кстати, мастер, вот действительно так закрутить в своих словах. Вот тоже самое. Даже от души. В великолепии, от души. Ир, ну вот ты как человек... Я просто честно все это делаю без цели, знаешь, но... А ты помнишь вот когда... Чтобы пробежали мурашки у Вити, дружи. Ира, а ты помнишь, когда ты была участницей конкурса молодых исполнителей, скажу так? Да. Вот ты пыталась тогда на кого-то произвести впечатление, или ты выбрала тактику быть собой? Если помнишь, конечно, давно это было. Я очень хорошо помню. Кстати, на меня. И вот сидит свидетель. Свидетель. Сидит этого, да, события, один из свидетелей этого события. И мне кажется, я была одной из тех, кто как раз-таки был собой. И, в общем-то, это и сыграло какую-то ключевую роль, потому что я, в принципе, не умею притворяться. И, ну вот, Витина не даст соврать. То есть я вот какая была, так какая была, такая и есть. Точно так же я себя веду, и будучи уже в жюри на конкурсах. То есть я ничего не выдумываю, не придумываю, говорю, как есть, и как бы... И это работает. Представляете, как быстро летит время, и что делает ковид с людьми. И я сейчас сидел и думал, а в каком же конкурсе она принимала участие, пока не осознал, что это было на фабрике звезд. Ирина Дубцова – самый известный участник конкурса «Две звезды». Если вдруг кто-то забыл. «Две светлых повести». Там я тоже участвовала, кстати. А сложно же, да, вот так вот кому-то сказать, нет в тебе задатков, мальчик или девочка? Ну, я считаю, надо говорить это, надо быть честными здесь, здесь как врачи. Абсолютно согласен. Потому что в любом случае, когда ты берешь кого-то из артистов или кому-то делаешь комплименты, своего рода начинаешь брать ответственность за этого человека. Да. И чтобы потом не услышать, что я забрал лучшие годы моей жизни, вот эти все слова, лучше всегда быть честным. Такое часто бывает на детских конкурсах. Детей очень часто настраивают родители на то, что ты самый лучший, ты поешь лучше всех, ты танцуешь лучше всех, ты самый красивый у меня там, самая красивая. И так далее. И дети, когда сталкиваются с абсолютно авторитетным профессиональным мнением настоящих музыкантов, людей, признанных людей, признанных не только званием официальным, да, людей, которые сделали огромный вклад в музыкальную индустрию нашей страны, вот, они искренне не понимают, почему так. И я вот часто это говорила, и продолжаю повторять, я очень благодарна своему папе за то, что он всегда мне говорил, я пела в детском коллективе, тоже в нем же росла, училась, ошибалась и так далее. Он мне всегда говорил одну фразу, хорошо, но, и вот это но, оно должно присутствовать. А вот у тебя сын поет, ему исполнилось на днях 16 лет. Да, позавчера. Позавчера, поздравляем тебя, молодая мама. Ты ему говорила, что родной, ну, ты, конечно, красавчик у меня вырос, высокий и все такое. Всегда говорю, да. Говорила, да, но имей в виду, что у тебя может не пойти карьера. Всегда говорю. Мы сегодня сделаем кому-то больно, но в то же время мы сделаем кому-то и очень хорошо. Нет, мы скажем правду. Мы выберем лучших, скажем правду. Тут, во-первых, не бывает 10 первых мест, не бывает 100 их, поэтому это не значит, что вторые, третьи, десятые плохие. Это совсем не обозначает, поэтому никто не переживайте. Все, кто пришли ближе к финалу, все... Все молодцы. Все молодцы. Конечно. Через несколько минут узнаем имя победителя. У нас день большого финала. Наша акция «Пою любимая на русском» и в гостях Ирина Дубцова. Официальный голос нашей акции. Виктор Дробыш, представитель звездного жюри. Виктор, ну, спасибо большое. Неофициальный голос. Неофициальный голос, да. Честь свою жизнь. Аккорд, аккорд. Да, спасибо большое, что пришли к нам. Отпускаем вас. Спасибо вам огромное. Самое главное, это было подготовить финал. А я считаю, что самое ценное, что можно сделать, объявить победителя этого конкурса, должна сделать прекрасная Ирина Дубцова. Спасибо большое. А Виктор, мое любимое имя. Я Викторовна, если что. Вот, так что спасибо вам огромное. Хорошего дня. Все будет хорошо. Гранд-финал, большой финал, гигантский финал, если хотите. Ну, собственно, пришел тот самый момент, когда мы готовы назвать имя победителя. Ну, что сейчас с имя, скажем, того человека, который получает миллион рублей, праздник на миллион и идёт с звездой? Я уже готова. Нет, но можем потянуть еще, если хотите. Давайте еще секунд 15 потянем, да, потомим всех наших победителей, всех тех, кто выкладывал на нервы. Поиграем на их нервы, да, конечно. Мало играли. Итак, друзья, торжественный момент. У нас в гостях Ирина Дубцова, которая сейчас назовет имя победительницы. Итак, друзья, я параллельно снимаю, чтобы это все осталось в истории и в моем телефоне. Победителем конкурса «Пою любимое на русском» становится Татьяна! Мы поздравляем нашу слушательницу Татьяну, которая выложила на своей странице в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Пою любимое на русском» в видео, где она поет свою любимую песню звезды. И ты знаешь, Ира, кого спела Татьяна? Она спела Ирину Дубцову «Люби меня долго». Давайте послушаем, как это было. 19 января 2022 года. «Пою любимое на русском» Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно-больно. Одиноко, люби меня долго-долго. Невозможно, чтобы не в Каспи и Волга. Вот из твоей не зла. А что такое миллион рублей отдельно, а праздник на миллион отдельно? Миллион – это когда участница прилетит в Москву, если она не из Москвы, и выйдет с тобой на сцену. Вокруг будут столы, вокруг будут люди, они будут поглощать пищу, они будут пить шампанское за победителя. В прошлой акции у нас выиграл Руслан, он приехал с друзьями, друзья там веселились. Возможно, Татьяна тоже приедет с кем-то, потому что у нее молодой человек. Или мы узнаем, потому что мы с ней свяжемся. Татьяна знаменита в Инстаграме тем, что она, Ира, перепела все твои песни. Я ее узнала по голосу, мне кажется, но я не уверена. Блондинка поет все твои песни. Просто у меня недавно вышел альбом, и я выкладывала всех, просто кто в директ присылал мне, отмечал меня в своих историях. И вот была там одна девушка, блондинка, она все время пела в машине. В машине. Это она и есть, Ира. Мы сейчас ей позвоним. Вы шутите? Нет, это она и есть. Мы сейчас ей позвоним. Она чаще всех, она выучила все песни из моего нового альбома буквально за несколько дней, и все их пела в машине. Ну вот, Ира. Это она? Это она. Да, потому что мы пересмотрели весь Инстаграм. Татьяна, мне кажется, давайте, пришло время уже ей позвонить. Давайте позвоним, конечно. У нас песня, мы звоним Татьяне. Итак, у нас большой финал на русском радио «Пою, любимая на русском». Несколько минут назад Ирина Дубцова, участница нашего звездного жюри, назвала имя победительницей. Это Татьяна из города Новосибирск, которая 19 января звучала в эфире, пела песню «Люби меня долго». Татьяна у нас здесь в эфире. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Танечка, поздравляем. Это Ира. Боже мой. Это Ира, это Ира, да, это я. Это Ира. А кто там с вами, кто там за вас радуется? Привет, это Новосибирска. Привет, привет. Мои хорошие. Это коллеги Татьяны. Обнимите, пожалуйста, Даню за меня и за всех нас сейчас очень крепко и поздравьте. Татьяна, ну ваши эмоции, когда вы сейчас слушали эфир, вы волновались, вот вы на работе, коллеги болеют. Вы ожидали, что вы выиграете? Я не ожидала, но я верила очень сильно. Это самое главное. Я не хотела, я переживала. Для меня самый большой подарок, это вообще, я увижу Ирину допцала. Таня, я узнала вас по голосу. Вы так много выкладывали сторис из машины, я вас запомнила. Я вас тоже репостила в своем инстаграм после выхода альбома, и вы мне очень были симпатичны. И сейчас, когда я поняла, что я у ребят спрашиваю, а что за это, я говорю, знаю этот голос, я этот голос знаю. И выяснилось, что это вы мне показали ваш инстаграм, я вас поздравляю, вы просто, вы просто какая-то, я не знаю, ну, мы вот сейчас... Иришка, ты лучшая. Спасибо, спасибо большое. Сегодня лучшая Таня. Нам, кстати, очень понравилось, что вы, Танюш, не то, что вы говорите, Лена, коллеги, видимо, я выиграла миллион, а вы говорите, Лена, я выиграла дуэт с Ириной Дубцовой. Да, мы это услышали, вы забыли, вам еще и миллион подарят. Таня, а вы прикидывали... Это тоже круто. Да, мы, конечно же, хотим вам задать вопрос. Вы прикидывали, на что вы хотите потратить эти деньги? Уж простите, что мы вас атакуем лично. Ну, вообще, да, конечно. Не страшно. Нам расскажите... Говорят, правильно же, если ты хочешь какую-то сумму денег получить, ты должен точно знать, куда ты ее потратил. На что она нужна. Да, я уже точно ее распланировала. Первое, это будет... Ну, я еще не знаю точно, мы не решили, там дочь у меня заказала собаку. Главное, что вы не плачете уже. Уже не плачет, деньги делит собаку. Молодец. Да, да, да. Я, конечно, подписалась. Я же не знала, что я его выиграю. Поэтому придется теперь... А уже все, уже выиграли. Вот. А потом... Я записала тут недавно песню. Сама нечаянно написала. Но текст, только не музыку. И я очень мечтаю снять свой трек-клип. Моя девочка умница. Я, конечно, не Ирина Дубцова. Текст у меня не такой виртуозный. Давайте мы с вами как-то скооперируемся. И если что-то вдруг понадобится от меня, какая-то помощь, я помогу вам его подкорректировать, если вас что-то смущает вдруг. Потому что я так скромно сделала выводы. Раз вы весь мой альбом наизусть пели в машине, то, наверное, вам нравится мое творчество. Да, это не таково. И так... Да, я всегда знала, что я приношу деньги, кстати. Но обычно мужчинам. Вы мне... Ира, сегодня везет, которые попадают в мое поле, они становятся богаче. А теперь, оказывается, на женщин тоже распространяется. Это прекрасно. Давайте торжественно еще раз мы вручим нашей победительнице Татьяне 1 миллион рублей. Праздник на миллион. А также, конечно, дуэт с любимой звездой Ириной Дубцовой. Боже мой, поздравляем! Ура! Спасибо вам огромное! Спасибо вам, Русское радио! Вообще, за эту возможность! Ирина, я не знаю, я буду много рассказывать. Тань, я вам желаю плакать исключительно от радости, вот как сегодня. Чтобы слезы были только от радости. В основном, мне кажется, почему-то вы счастливая женщина. У вас есть дочка, у вас есть муж, наверное? Ну, нет. Нет, у тебя будет. О, прям как у меня. Я думаю, что ты такое родное, знаете? Я желаю, в таком случае, я желаю вам счастья в личной жизни. И желаю вам, чтобы вот эта улыбка и счастье, которое эту улыбку на вашем лице сегодня рождает, пусть эта улыбка не покидает вас долгое-долгое время. И, вы знаете, вот внутреннее состояние вот этого счастья, оно влияет на женщину в целом, вы это знаете, я думаю. Оно добавляет красоты, и это чувствует, и видит, это замечают окружающие, и пусть вам встретится ваш человек. Помимо всего того, что сегодня к вам пришло, это огромное счастье действительно победить в таком огромном конкурсе, в котором участвовали просто миллионы радиослушателей, слушателей русского радио. Вот, я желаю вам простого женского счастья еще ко всему к этому. Спасибо вам большое, Ирочка. Я думаю, что вот эти слова, которые именно вы мне произнесли, они однозначно попадут в точку, в цель, как ваши песни. Спасибо, девчонки. И, конечно, нашу несравненную Танечку. Татьяна из Новосибирска стала у нас сегодня победительницей, выиграла подарки, миллион рублей, праздник на миллион. И, конечно, дуэт уже можем говорить с Ириной Дубцовой. Я очень-очень рада, я еще раз Танечку поздравляю. И вот сейчас мы разговаривали с ребятами о том, что, а вдруг была какая-то черная полоса, что-то было не так, было как-то грустно, или там одно и то же. Вот у меня такое бывает, например. А потом раз, когда уже думаешь, что уже ничего хорошего не произойдет, вдруг случается вот такое вот чудо. Ведь это настоящее чудо. И я хочу пожелать всем, неважно, участвуете вы в этом конкурсе, или просто вы живете, и что-то сейчас не так, всегда верьте, что все будет хорошо, и что чудо возможно. Вот я уже взрослая девочка, и я не перестаю верить вот в это самое чудо. Вот тратить в эту веру, в эту веру, это, мне кажется, самое страшное. Вот я всем желаю не терять вот этого ощущения, что чудо где-то рядом, оно обязательно и вас найдет тоже. Спасибо тебе большое за то, что приняла участие в нашем конкурсе. Ирина Дубцова вместе подвели итоги. Прекрасную половину человечества, милых дам, разумеется, поздравляем с наступающим праздником весны, днем 8 марта, международным женским днем. Будьте счастливы, улыбайтесь и дарите мужчинам эмоции. Это тоже немаловажно. Мы, русские перцы, Галя Корнева и Алексей Сегаев, прощаемся с вами до 9 марта. В среду обязательно услышимся. Пока. Пока. Завтра не пропустите. С 7 утра главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Просыпайтесь! Улыбайтесь!